С 15 мая в Набережных Челнах стартует акция «Чистый воздух». Общественный транспорт, а также предприятия, использующие различные транспортные средства, будут проверены экологами на соответствие выхлопных газов экологическим нормам. Остальные автомобили будут проверяться на постах ГИБДД. Студенты и сотрудники КФУ стали обладателями стипендий благотворительного фонда Владимира Потанина. Среди победителей 15 магистрантов и 3 преподавателя. По Волжской академии спорта и туризма созданы региональные центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Более половины обучающихся в ВУЗе приступили к выполнению испытаний по графику центра тестирования. В Татарстане раскрыли кражу двух тонн семян люцерны. Полицейским потребовалось два дня, чтобы найти преступников. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. В Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ проходят тренинги по развитию управленческих навыков руководящих кадров Татарстана. В тренингах участвуют заместители руководителей министерств и ведомств республики. Сквер на площади Тысячелетия у стен Кремля официально назван в честь известного благотворителя Асгата Галимзянова. Присвоить скверу имя Асгата Галимзянова предложили казанцы. Театр Камала отправляется на гастроли в Санкт-Петербург. Всего в гастролях принимают участие свыше ста камаловцев – артистов, представителей административного и технического состава. В Татарстане начали взрывать лед. Так в республике проходит борьба с весенними поводками. В Казани составили карту улиц, где чаще всего случаются аварии. Самые аварийные участки находятся на перекрестке улиц Волгоградской и Декабристов, проспекта Амирхана и улицы Сибгата Хакима, проспекта Победы и улицы Сахарова. Казанский федеральный университет и американский университет Радгерса вошли в число наиболее компетентных участников конкурсной программы партнерства университетов, финансируемых фондом Евразия, и получили грант на развитие совместного научного проекта. Отмечается рост интереса иностранцев к обучению в России. Казанский федеральный университет является одним из перспективных вузов, в котором предоставлено больше всего квотов для иностранцев.